Всем привет! С вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребят, с вами сыграем просто мега эпичнейшую игрушку под названием Айдол Ганги. Мы с вами должны будем прокачивать самые разные виды оружия. И для прокачки всего этого оружия у нас есть вот такой вот стрельбич. И мы с вами можем выбирать различные пушки и после чего поражать вот таким вот образом мишени. Но понятное дело, что если мы каждый раз будем с вами кликать, все это очень неудобно. Поэтому у нас есть вот такая кнопочка авто, которая будет за нас позволять стрелять различными пушками. И как только мы с вами поразим определенное количество мишеней, мы с вами сможем открывать все более новые и все более крутые виды оружия. Плюс каждый раз мы с вами будем зарабатывать деньги, которые можно потратить для того, чтобы зарабатывать еще больше денег, делая наше оружие гораздо сильнее. С каждой прокачкой у нас становится более дорогая мишень. Плюс, если мы с вами поражаем чем больше мишеней, тем мощнее мы можем прокачать себе таланты. Например, первый талант у меня был открыт, это автоматический режим огня. Теперь можно увеличить урон нашего пистолета, как я понимаю. Дальше на третьем уровне у нас появится что-то еще более любопытное. Поэтому, ребята, если игрушка вам понравится, хочет увидеть все виды оружия, то поддержите лайками. Наберем с вами 2000 лайков, то обязательно выйдет продолжение. Поэтому лайкос влепи и подписочкой меня поддержи. Но в тем временем деньги у нас стали гораздо быстрее. Приходите, посмотрите, прямо уже 200 монет только что уже заработал. И жмем мы сюда, получается, трайл. После чего у нас происходит вот такой вот босс-файт. И мы должны будем разнести огромную вот такую вот мишень за 30 секунд. Стреляют пушки у нас вроде как в автоматическом режиме. И также можно стрелять самому. Если, посмотрите, если, точнее, выбрать ручной режим, то гораздо быстрее, по-моему, получается стрелять по мишени. Поэтому лучше поставлю ручной режим. Но если посмотреть, то у нас оружие слишком слабое, и за это время я не уложусь. Хотя деньги мы с вами заработаем, поэтому я постреляю еще. Как говорится, больше денег, больше у нас мощи появится. Кстати, кодовое слово сегодня у нас будет пушка. Поэтому пиши пушка, получишь от меня лайк. Вот так вот, да. Так, ну что у нас? Тем временем 641 монетка есть. И давайте что-нибудь себе прикупим. Я не знаю, что лучше прокачать. Дезерт Игл или обычный пистолет? Давайте, наверное, все же самый обычный пистолет прокачаем. Потому что он самый дешевый. И я еще думаю попробовать сделать такую штуку. Стрелять в автоматическом режиме, например. Еще есть вот такой вот режим огня, я его не тестировал. Вроде как, стрелять мы можем так же абсолютно. Возможно, режим огня отличается. Или что-то типа того. Если перекликиваю, вот здесь не совсем какая-то разница появляется. Я не совсем понимаю. Если кто вдруг допрет, можете мне в комментариях подсказать. Я что-то не догоняю, что это означает, что эти два режима. В том режиме, по крайней мере, я могу сам стрелять из пистолетов. Если мы огромную мишень поражаем. Если здесь не совсем, что-то я понимаю. Хотя, возможно, стоп, кажется, я понял. Либо сейчас постараемся разнести еще одну мишеньку. И я посмотрю, так ли это. Если на этом режиме мы с вами... Кстати, вот эта зона, которая поле уменьшается. Это возможность нам выстрелить максимально в середину. Если мы с вами попадаем ровно в центр, то получаем еще больше денег. Вот здесь нам дали одно очко таланта. Если выберу, например, режим просто с патроном. Возможно, мне не дадут экспы. Как вариант. Возможно. Не знаю. Сейчас посмотрим. И разнесу еще одну мишень. И будет более-менее мне понятно после этого. Так, денег пока не особо много зарабатываю. Ничего страшного. Так, нет, здесь также дают поинты. Не совсем понимаю. Ну да ладно. Так, у нас есть возможность прокачать следующий талант. Это увеличить количество патронов. Слушайте, хороший талант. Пожалуй, возьму его себе. И теперь он здесь, патронов здесь. И восемь теперь вот здесь. Вполне себе, знаете ли. Так, и тем временем можно пойти попробовать сразиться с боссом. Но я думаю, что нужно еще вкладывать деньги в наши пушки. И после этого уже пойти сражаться с нашим главнюком. Если так можно сказать. Так, я буквально сейчас еще парочку мишеней разнесу. Еще чуть-чуть прокачек в Desert Eagle закину. И пойдем просто уничтожим эту мишень к чертям. Я думаю, что это будет самое правильное решение. У нас только диск на авторежим не включил. Сижу, думаю, что-то деньги слабо прибавляются. Да потому, что другого пистолет даже и не стрелял. Все это время у нас. Поднакопил еще деньжат. Давайте в Desert Eagle вкладываем все остальное. И пойдемте-ка сразимся. Правда, еще один поинт нужно будет. Ну-ка, что у нас здесь появилось? Ускорение перезарядки, судя по всему. Интересный апгрейд. Но мне кажется, большее количество патронов это более приятная для меня вещь. Поэтому погнали. Сразимся снова с боссом-мишенью. И возможно, мы ее в отрасце вынесем. Но если посмотреть, то да, мы ее точно уничтожим. Тут вообще никаких сомнений, по-моему, здесь вообще не должно происходить. Мы спокойно просто уничтожаем вот таким вот образом. И переходим к следующему. Орудию, как я понимаю. Так, давайте посмотрим трофейку. И трофейка у нас позволяет... Ага, стоп. Здесь трофейка позволяет уменьшить стоимость покупки оружия. Ага. И также можно увеличить урон всех наших пушек. Ну, даже не зная, что лучше в данном случае. Вот этот апгрейд или вот этот апгрейд. Ну, давайте, наверное, все же увеличу урон. Мне кажется, урон это более полезная вещь. И, видимо, трофейка у нас следующая. После того, как мы вынесем еще одну... Еще одного босса. После этого у нас должно будет открыться следующее оружие. Потому что я хочу скорее новую пушку открыть. Поэтому сейчас немножко процесс ускорим. Ну, тем временем, подкачивался я еще. Так, давайте закинем, например, сюда еще немножечко денег. И, смотрите, забавную штуку нашел. Здесь можно Глок, например, у нас, которая самая первая пушка. Можно еще открыть золотой скин. Интересно, насколько далеко нужно будет пройти, чтобы открыть золотой скин. Но я бы хотел себе таких открыть. Возможно, даже сами до этого дойдем. Так, ого, у нас критическая атака вылетела. А, видимо, крит вылетает, когда ровно в середину попадает наша пушка. Забавно, забавно. Интересно, когда у нас будет автомат или дробовик какой-нибудь, то попадем ли мы прямо одним выстрелом сразу по всем зонам? Или у нас будут в основном только пистолеты? Я не знаю, еще мы так далеко не проходили. Чисто погадать-то можно. Так, ооо, вот уже МП-5 появилось. Да-да-да. Так, единственное, смотрите. МП-5 не является тем оружием того класса, которое можно поставить в авторежим. То есть я должен вот сам нащелкивать, и вот так-то и будет у нас работать. И у него даже отдельный класс. То есть вот здесь у нас пистолет, и здесь СМГ. Вот оно как. Так, любопытненько, что у нас по трофеям. Можно еще прокачку сделать. Но, знаете, я, наверное, пока трофей-поинты сэкономлю. Не буду особо их расходовать. Так, а вот сюда я, наверное, деньги вложу, чтобы прокачать МП-5. Так, ну, я думаю, буду просто быстро кликать. А что, смысл? Это же автомат. Если я буду каждый раз выцеливать прям идеально точно, то мне кажется, что это как-то... Как-то не так интересно. Это же автомат. Хочется, чтобы он автоматил все же, а не стрелял, как снайперская винтовка. По моему мнению, мне кажется, так будет веселее. Поэтому буду просто закликивать, даже не пытаться конкретно прицеливаться. Так, кстати, у нас талант новый появился на пистолетах. Что можно качнуть? Количество патронов. Так, ускорить прицеливание. Да мне большее количество патронов нравится. Я пока что количество патронов буду пистолетом добавлять. Так, а МП-5 продолжим просто вот так вот напрокачивать. Возможно, вот если бы прокачка для СМГ какая-нибудь для быстрого уменьшения прицела, вот возможно, там бы она пригодилась. Но в пистолетах я что-то не знаю. Хотя, возможно, за счет этого быстрее бы фарм шел, так как эта пушка старается стрелять. Хотя, слушайте, возможно, это вот так работает. А-а-а, все, я понял. Теперь в чем разница была того режима. Мишень, это конкретно он старается реально в середину попасть. А если вот так вот поставить, то он просто молотит по ней. Ну, наверное, даже выгоднее просто стрелять. Вот просто, просто чтобы фигачивалась пушка, мне кажется, это гораздо более выгодно в данном случае. Поэтому пускай они просто стреляют, быстрее набивают экспу и быстрее набивают деньги. Мне кажется, что это более правильный вариант. Тем более, что когда они стреляют просто так У них есть шанс, что они попадут в середину даже Поэтому Поэтому тут как бы очевидно Так, я думаю, что такой вариант у нас пока что останется Пока другого оружия не будет Так, максимально Разброс уменьшается Я хочу больше патронов, либо больше урона Давайте, наверное, в этот раз добавим Больше урона, пускай будет еще один урон Кстати, талант появился на SMG Теперь автоматический режим стрельбы тоже есть И я могу вообще ничего не делать, да Так, просто откинусь у себя на кресле И пускай игра сама в себя играет Прекрасно Так, давайте еще немножечко, наверное, подождем Кстати, если в автоматическом режиме SMG стреляет в разы быстрее, чем даже я кликаю Если я кликаю, кажется, как будто это винтовка какая-то А так он прям реально как из автомата молотит, если посмотреть Еще один плюс авторежима Прикольно Так, и давайте-ка, наверное, сейчас еще на один апгрейд накоплю И попробуем с вами сразиться с босс-мишенью Посмотрим, что у нас там будет Сможем мы ее одолеть или нет в этот раз? Я думаю, что сможем Ну да, нормально, вообще фигачим Прям капец, как уже просто расфигачивают ее Хотя я даже сильно не прокачивался Но уничтожают прям красиво Так, и последние 100 поинтов все вынесли Плюс 4 трофея и поинта И я могу снова сделать какую-нибудь прокачку интересную Так, шанс... Шанс золотой мишени Любопытно Так, золотой мишени у нас еще ни разу не было Поэтому мне довольно любопытен этот апгрейд Пожалуй, я в него вложусь посильнее Хочу видеть золотые мишени чаще А золотые мишени, возможно, открывают там золотое оружие, как вариант Ну, либо просто дают большую награду Кстати, если у нас будут все мишени золотые Возможно, имеет смысл как раз стрелять ровно в середину Знаете, там, возможно, просто бонус будет Нереальный, супер жесткий И все в таком формате Так, дальше пушку качаем Новый талант появился И теперь можно увеличить урон от нашего SMG Просто за талант Так, и трец мишени нужно в целом разнести Чтобы перейти к следующему боссу Если прошлый босс нам так легко дался То я думаю, что Этот тоже легко дастся К тому моменту, как мы до него дойдем Надеюсь, что... О, смотрите, первые золотые мишени пошли Так, давайте одного я поставлю Вот, чтобы он прям... Нет, вот так вот сделаем Один, чтобы прям ровно в центр стрелял Другой просто молотить будет по ней И посмотрим, какая прибыль В итоге выйдет И как оно лучше По 40 монет зачисто за выстрел А здесь по... А, здесь еще просто по 46 ровно в середине Ну, 40 за чисто выстрел Окей А если... Ого, если в середину попасть, то ровно соточка Вот в этом случае, возможно, стоит реально менять 115 Смотрите, он еще лучше попал Прикольно Так СМГ или пистолеты Пистолеты давно не качали Давайте в пистолеты вложимся Все же нужно и то оружие тоже прокачивать Так, талант новый появился У нас появилось... Так Минимальный разброс Минимальное прицеливание Что-то типа того Но это мне все равно неинтересно Я хочу больше патронов пока что Больше патронов, больше урона Мне наиболее интересно Так как время перезарядки отходит дальше И это из-за этого круче Я так думаю Так, давайте следующим боссом сразимся У нас новая фиолетовая мишень Такс Кстати, да Вот здесь тоже приказ Я, значит, я неправильно понял Я думал, мне нужно кликать Для того, чтобы он стрелял А на деле-то это Чтобы он ровно в середину старался стрелять Хм... Ну, я думаю, актуально все же Ровно в середину стрелять тем оружием Которое Может Прям Дофига урона за один выстрел Если вот винтовки какие-то появятся Мне кажется, что вот для винтовок Это прям самое то И у нас следующее оружие Вектор появился Новый автомат Тоже можно в авторежим поставить Пускай стреляет быстро Но прокачка у него капец дорогая Чисто 7 тысяч за один апгрейд Прям дофига Так, что у нас дальше Есть шанс золотой мишени Можно увеличить урон еще Я поднакоплю еще поинтов Пускай будет Так вот, я думаю, что это будет Неплохим вариантом Ну и, ребята, если игра вам понравилась И захочется видеть, что же будет еще дальше То поддержите лайками Обязательно с вами будем проходить дальше И посмотрим, что же там еще можно Такого открыть интересного Если лайкосами поддержите Также заходите на мой телеграм В описании ссылочка На канал подпишись Не забудь там колокольчик Нажать все такое С тобой был Крыстал Не скучай, не болей Скоро с тобой увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok